мой домик в очередной раз укрыл меня от проливного дождя ночь ушел дождь доброе утро но мне уже дождь не страшен я знал что он закончится они будут идти несколько дней подряд красивые горы затянула облаками ничего не видно в эту сторону чуть-чуть видно я просыпаюсь вместе с македонией солны солнце вышло сразу становится тепло там где-то за кустами река черный дрин ну и красивые горы сейчас посмотрим на это свысока ну что слегка не выспавшийся и не полностью отдохнувший так если сейчас чувствую я продолжаю свой путь и продолжаю свой путь с движения вверх как обычно вперед вот за этим пригорком я ночевал а привлекли меня туда вот эти вот красивые цветы которые тут так цветут я решил заглянуть что там сверху и не прогадал хорошее место на трех языках написано цепишки 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 на трех языках мечеть а вон черный дрин река тут в деревнях вообще нет мусорных баков вот они все берут свой мусор едут в город и по пути выкидывают в кусты а я как дурак везу собой вот он черный дрин и цветы такие красивые цветут ай да а а вот моя дорога а вот мусор на каждом повороте вот видите прям в пакетах выложил и все въезжаю на мостик такой себе мостик высокенький до и там за мостиком подъемчик рыбаки рыбаки сидят на том берегу прям поле для кемпинга шикарное место шикарные места а на этом вот не особо так я так просто смотрю ради интереса смог бы я остановиться тут где-то ну наверное нашел но этот берег более пологий а этот более крутой и там ну вообще как прям ровненькая площадочка хорошо да спустился к самой реке сверху ну реки бы честно наверно было бы конденсат на палатке ну как обычно влажность сырость может комарики все равно пья не купался потому что холодно вода ледяная местность красивая ну понятно горы смотрите сколько и тут река убыстряется что за рыбу они ловят интересно гидроэлектростанция на реке но еще бы такая мощь и о чудо впервые за 15 километров я встретил уровень возле деле возле гидроэлектростанции река после вернее получается перед гидроэлектростанции стала узенькая и быстрая и вот в таком ущелье она протекает и дорога проходит смотрите справа высоченные скалы и слева высоченные скалы а дорога тут пока ровная ну вдоль реки понятно рыбник добрецкий модрич хорошо когда понятно да заехав в македонию я таким образом посетил увидел все страны бывшей республики югославии их было шесть словения хорватия босния герцоговина сербия черногория и северная македония и вроде это была одна страна сейчас страны настолько разные одни побогаче как словения хорватия другие победнее но все красивые все горные вот такие вот красивые пейзажи и что еще заметил очень много памятников второй мировой войны потому что югославские партизаны про них ну как бы я много слышал что они тут воевали с фашистами но все памятники таком за пущенном состоянии и вот я проезжал же и 8 и 9 мая вот в дни победы может они в другие дни когда-то празднуют ну никаких там вообще ни венков ни цветов нигде не на одном памятнике они видят не знаю луково и я слышу шум водопада о какой поток гор спускается рыбин ресторан златно репча рыбник почему-то флаг это а это македония или албаня запутался мини-маркет даже тут есть ничего себе и все но перед рыбным рестораном по дороге гора помойка я вас после такого вида ни в какой ресторан не захочется я уже такое не снимаю потому что просто неприятно какая там труба это вода вы теряете дорога выезжает не ну то они не дам не автомобильный туннель непонятно мост опять высоченный по пути сейчас была красивенная плотина с красивым видом и черный дрин опять из узкой реки стал рекой широкой вот там его не видно но висит знак фотографировать снимать запрещено я б там поснимал очень красиво но раз запрещено во избежание неприятностей зачем мне неприятности в чужой стране я не стал вот он какой опять стал немножко похоже на днестр в районе там бакаты питьевой водой тут вообще проблем никаких походу постоянно вот такие какие-то трубы торчат какие-то фонтанчики водопадики и везде можно пить очередной мост и тут уже вообще красиво становится а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас в центр заеду Тут даже такси есть В воскресенье в Македонии Все магазины открыты И стройка работает Ну в общем Не грех у них в воскресенье работать Я снова выехал в цивилизацию и подъезжаю к городу Струга Это уже на берегу озера Ахридского озера Но озера пока не видно Но так как высота над уровнем моря тут 700 с лишним То холодно Я уже и джерси одел Еще и пасмурно на улице Дождь срывается Достаточно прокладно Город Струга Северная Македония Где-то там справа Причем недалеко Озеро Ахрид Ахридское озеро Но тут как-то все Вообще безрадостно Я еду в город Ахрид И вот оно Ахридское озеро Юлы-палы С погодой не повезло Жабы квакают Огромная Гор не видно Оно же в окружении гор Очень красиво И высокогорная Высота 732 метра У меня показывает Над уровнем моря Ну Как вы видите Не облагорожено Хотя с другой стороны Может и хорошо Можно там Где-то найти место для палатки Какой-то Я честно говоря Когда ехал там по Черногории По Албании Думал На Ахридском озере Обязательно Искупаюсь Какая бы температура Воды не была Нет, ребята Я что-то не хочу Сейчас купаться И вообще Вода чистая И холодная Наверное Кстати в Македонии Вот второй день еду Ни один человек не помахал мне Не поприветствовал Пока мне Албания Больше нравится Что я в городе Ахрид И тут даже есть велодорожка Но такая Лучше по дороге ехать Но есть знак Сейчас будем смотреть Я до последнего сомневался Делать не это или нет Но еще с утра я встал Чувствую Не отдохнул Не выспался Плохо себя чувствую И вот я проехал До города Ахрид Чуть больше 50 километров Ну ноги не крутят Ну просто устал Накопилось Думаю зайду На букинг Гляну цены Думал кемпинг сначала Потом думаю Ну кемпинг хорошо Но хочется На кроватке поспать И на кухне приготовить Там сварить какую-нибудь картошечку Что-нибудь Какой-нибудь еды приготовить Нормальной Зашел на букинг И цены тут В городе Ахрид По цене кемпинга Ну цены в апартаментах По цене кемпинга в Хорватии Даже дешевле 10 евро Вот мне комната 10 евро Поэтому я решил Что я отдыхаю Отдыхаю И даже сейчас не знаю За что хвататься Первое Или искупаться Или упасть на кровать Или что-то съесть И то И то И то И то Хочется Не знаю Чего делать Вот такой номер С тремя кроватями Ну телевизор Это все фигня Вай-фай есть Тут у меня Тут у меня Туалет Ванна Кухня там отдельная На кухне можно готовить Холодильник Ну в общем Мне больше ничего не надо Все 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 что надо Здесь Вот здесь Мои апартаменты И тут Стоят такие Раритетные Тачки Рено С номерами На ходу Наверное Но это уже не на ходу Рено 4 Спящая Я кстати много Таких машин Наблюдаю Доброе утро Я в городе Ахрит Ночевал На кровати Сегодня И С утра Вот вышел Погулять По городу Погода Обещает быть Такая Пасмурная И дождь Обещают Ну я думал Думал У меня был Соблазн Остаться Тут еще На одну ночь Отдохнуть Но я Наверное Поеду Сегодня В обед Пройдусь По Ахриту По старому Городу И вам покажу И сам посмотрю Такой тут Спальный райончик Я так подозреваю Что везде Апартаменты Ну в общем-то Так Не бедно Не бедно Я вам скажу Нормально Тут Красиво Ухоженно Все Вот какие машины Стоят Во дворах Градский Пазар Это городской Базар Мы зайдем На базар Хотя Что мне делать На базаре Пряности Пряности Продаются Тапочки Все как у нас Сплошной базар Все Все есть Замечаю Что тут Очень много Парикмахерских Где Людей Бреют Как знаете В старых Фильмах Намазывают Помазком Я подумал Что может Мне тоже Надо постричь Я какой-то Заросший Может сходить Пешеходная Улица Старого Города Ахрид Красивая Мечеть Магнитики Кстати Надо купить Магнитик Что я был В Македонии Такое чувствуется Знаете Какая-то Восточная Такая Восточная Экзотика Ну и конечно же Идем на набережную Озеро Знаменитого А вот и озеро Надо было На велике Ехать Я наверное Возьму велик Еще на велике Сюда приеду Потому что Тут еще Катать и катать Огромный Флаг Македонии Какой-то Дядька стоит С крестом А вот смотрите Старый город На склоне Туристов Достаточно Много Здесь И вот Катают На лодочках Людей По озеру Видимость Не очень Правда Наверное Тут красиво Когда Солнышко Куда 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 Они Возят Людей На корабликах Интересно Что Показывают Ну Наверное Вдоль Побережья Вот Македония Повешу На холодильник Вот Когда я Снимаю Деньги За границей Я всегда Ищу Банкомат С вот Такой Штукой Прикладываешь Карточку Не надо И вставлять Туда Вот Но надо Смотреть Иногда Банкоматы Берут Некоторые Банки Берут Комиссии Я Снял Немножко Денюшек Чтобы Заплатить Козяйке Ну Чтобы Не Менять Евро Я Хорошо Отдохнул Время Час Дня Выезжаю И Сегодня У меня План Подняться На высоту 1200 Метров Как Всегда Думаю Это где-то Километров 30 мне Надо проехать В гору И я думаю Сегодня я Так без напряга Постараюсь Подняться На такую высоту Не спеша И где-то Сверху Заначал Вот такой план Ну как там Получится Я не знаю Но пока так Это не последний Кстати Абхил Дальше еще будут Горы 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 Но сначала Я хочу Перекусить В кафешке В какой-нибудь Заказал Кебаб Кафе Кебабница Делает Кебабы Дешел Попробовать И булку хлеба Дают К нему Как в Болгарии Я помню Тоже Как я Македония Очень мне Напоминает Болгарию Язык Очень похож И Блюда Такие же Очень вкусные Были кебабы Ребята Цены тут Смешные Вообще Можно приезжать Отдыхать В Македонию После войны На озеро Ахрид Но надо Чтобы было Тепло Жарко Потому что Озеро Холодное И тут Такая Своя Специфика Своя Экзотика Ну Отдых Будет Недорогой Продолжение следует...